Обратите внимание, что бы ты, Мариночка, сказала о моём дворе? Это вот теперь пришли уточки. Посмотрите, сколько их. С красным клювиком. Мама. И, по-моему... А, вот там сбоку, крылышко, под крылышком что-то искал. Это папа. Замерли. Меня увидели. Обратите внимание. Тоже пришли угощаться. Ну и, конечно, мои любимые. Мои любимые сегодня птичий двор. Вот и там у вас в городе, такой красивый город у Марины. Птичий двор. Так, и куда мы пошли? Куда мы так спешим? Нет-нет, ну ты же меня... Вы же меня вызвали. Я на кухне сейчас готовила. Стояли у окна. Они близко подходят к кухонному окню. Окно, вернее. Начинают меня вызывать. А мама выйдет. А мама выйдет. Смешно. Ну, так есть. Вот который раз уже сегодня. Так дождя сегодня и не было. Смотришь, как смотрят. Гоняют они этих беленьких ибисов. Древняя предревняя птица. Четыре тысячелетия в Древнем Египте. Есть наскальные рисунки ибисов. У нас только белые. Однажды розовый какой-то такой вот прилетал. Но это не ибис. Это какой-то ложка клюв. А бывают красные. Все у нас спрашивают. Ну, у нас всякое тут. Чего только нет. Вот удочки. Приближаются. Приближаются. Смотрят, когда этот. Здесь наклюется это. Манекенщик. Или манекенщица. Скорее всего, манекенщик это папа. Погода чудесная. Воздух свежий. Чистый. Прозрачный. Несмотря на вот облачность такую. Скоро в России выборы. Все готовятся. Вы обязательно идите на выборы. Обязательно идите. Изъявите свою волю. Я вот смотрю Караулова. Он говорит, что не должен человек не ходить на выборы. Должен идти и изъявлять свою волю. Может быть, ему нравится? Дмитрий Анатольевич. А может быть, и не нравится. Поэтому надо избирать уже Зюганова. Ну и так далее. Но это не мое дело. Тут у нас тоже вот манифестанты на дорогах тоже ходят. Кто-то недоволен этим президентом. Хотят прежнего. И наоборот. Демократы хотят этого. Поминали вчера эти эту страшную трагедию 11 сентября. Сколько людей погибло на месте этих торговых центров в такой плачущий бассейн. Вот так вот мы приближаемся. И ижица что-то к чему-то движется. А у нас нет животных других. Только вот вот эти вот свободные, вольные и свободные. Были у нас кошечки. Привезли мы их с родины. Несмотря на то, что привитые были. И они все там им сделали. И чипировали, и прививали. И все что угодно. Одна за другой. Все умерли. Я дала себе за рук не заводить дома. Мы за этих-то переживаем. Увидим где-нибудь на дороге. стоят на дороге. А у них же они разбегаются, потом взлетают. А это вот стоят на дороге. Вернее, на бульваре. А где разгоняться будут они. Мы не раз уже звонили в охрану природы и полицию вызывали, чтобы их оттуда спасали. Потому что там же машины не останавливаются. Их совести нет. Иногда и с малышами там нашиваются. мозгов нет. Здесь много животных. Но очень много сгоняют их с мест. Потому что строительство идет нещадное. Вот едешь через неделю смотришь уже опять площадь освобождают. Там что-то такое осушают болото. Там смотришь выстрегли лес. Ну и такой подлесок. Если здесь уничтожают дерево ты обязан его посадить два или три. Очень природу берегут-то. Ну а вот эти вот все горы и все вот эти холмы сейчас их засаживают. Засаживают их домами, комплексами. Сейчас очень много людей прибывает. Ну и Америка она же страна иммигрантов. А теперь уже вот из Афганистана ну из Мексики сами знаете вы наверное там смотрите телевизор. Вот. А из Афганистана сейчас тоже есть люди страшное дело. Афганистан столько судеб поломанных столько парней молодых наших там уложено. и американские тоже ребята тоже погибают молодые пацаны. Приказ армия пошел в армию что приказали то и дед на здесь это моя сладость ну что такое ну как приезжают ну еще вот эта пандемия столько она тут наворотила ну а вот строительство оно не останавливалось и самое интересное что все заселяется все заселяется народу становится больше Маша Маша вот так конечно здесь хорошее здесь государство очень даже заботится о людях о пожилых людях о пенсионерах заботится лекарства все с огромной скидкой а то может быть и даже бесплатно очень много лекарств для пенсионеров несмотря на то что пенсии достаточные вот так сегодня дождя не было радости от этого мало дождь здесь нужен потому что почва песчаная дренирует моментально лекарствую и травку и травку нужно постоянно содержать в приличном виде это позавчера ее постриг дэвид приезжал постриг травку а вот теперь надо ее удобрить этим стриженным что там вот эти птицы ой 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 ну кушай а че такого не хочешь нет не хочешь мурлычет такие звуки интересные раздают как будто мурлычет животное животное мурлычет а глазки так как красивые вам я не знаю видно или нет золотоглазка она у нас золотоглазка а имя я так и не придумала от золотно птиц вот птица птица впечатляем хопя хв хв ой хр Продолжение следует...